Боже, будь милостив ко мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Святись и святись, Новый Иерусалим, слава Богу Господу, на Тебе вести я, лекой ныне веселись и сегодня, Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки, веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса измертую Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, силы честного, животворящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй, спаси нас, яко благое си, человека любит, аминь. Боже, будь милостью ко мне, грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Боже, очисти меня грешим, яко не коли же благое сотворих пред Тобою, но избавимый от лукавы, да будет воля Твоя, да неосужденно отверзу самое недостойное, восхвалимое Твое Святое, отца и сына и святаго Духа, ныне и пресной, во веки веков, аминь. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в ограбе живот даровал. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в ограбе живот даровал. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И сущим ограбел живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и пресной, Во веки веков, аминь. Аминь, Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и ссыли немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь ангельскую песню, опиемте сильный. Свят, 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 ася Божий, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь нам, возникнися, Господи, умы, просвети сердце. Вы снимая, отверзивая, и же пейте тебя, святая Троица, свят, 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 ася Божий, Богородица, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапто судья приедет, и каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 ася Божий, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна вас став, благодарю тебя, Всесвятая Троица, ко многеру от благости и благотерпения. Не прогрелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня с беззаконием моими. Но щелоколюбцел и все обычные, и внечай, и лежащего, возбигны и си, воежу утреннице, славословите державу Твою, и ныне, Владыка. Просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со совещем Твоим, и разумайте заповеди Твоя, и творите волю Твою. И пейте тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пристной, во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся Христу Царю и Богу нашему. Придите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. 37 столов. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в огневе Твоей наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзили с меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет того места в плоти моей от днева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззаконие мои превысили голову мою, как в тяжелое время тяготеели на мне. Смердят, зная от тарана моей от безумия моего, я садьбен и совсем по низ, весь день в сердце ухожу, ибо чрест во Твоей полне воспаление нет, и нет того места в плоти моей. Счасть немоклый сокрушен чрезмерно, причем терзания сердца моего. Господи, перед Тобой все желания мои, ибо вздыхание мое не сокрыто от Тебе. Сердце мое трепещет, оставил у меня силы моя, и светочей мои, после того дня в меня. Друзья мои, если не отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день поздний. А я, как глухой, и не слышу, и как не мой, который не открывает путь твои. И стал я, как человек, который не слышит, и не имеет в устах своих ответов. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи Божий, вон. И я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, Сорока любится нога моя, а не вылечается надо мною. Я близок к падению, и скольт моя всегда передо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь от грехе мою. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие мне безлинно, И воздающие мне злом за добро, враждуя точь меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Божий мой. Не удаляйся от меня. Посвящена помощь мне, Господи, Спаситель мой. 38-й столом. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не совершать музыку мою. Буду обуздывать уста мои, да конничтил передо мною. Я был немц и безгласен, и молчал даже о добром. И скольт моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих. Какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот. Ты дал мне дни, как пяде, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета. Всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирается, не зная, кому достанется то. У меня ничего ожидать не, Господи. Надежда моя на тебя. От всех беззаконней моей избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал немц, не открывая уст мои. Потому что ты-то делал это. От лами от меня удары твои. Я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличением будешь наказывать человека за преступление, то рассыпается, как от воли краса ему. Ставцует им всякий человек. Услышь, Господи, молиться мою. И в нем не злоблено ему. Не будь безмолвен в слезам моим. Ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться. Прежде нежели отойду, и не будет меня. Тридцать девятый столом. Черт, я на Господа. И он преклонился ко мне. И услышал вопль мой. И взлег мне из страшного рва, из тенистого болота. И подстал на камни ноги мои. И утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новые песни. Палу Богу нашему. Увидят многие его боятся. И будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. И не обращается к гордым и упоклоняющимся к лжи. Много соделал ты, Господи Божий мой. О чудесах и помошениях твоих о нас. Что уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. И сожжение жертвы загребки не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитки книжном написано мне. Я желаю исполнить волю твою, Божий мой. И закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твоих собраний в лихом. Я не возбранял устам моих. Ты, Господи, знаешь. Правды твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность твою и спасение твое. Не украивал милости твоей и истины твоей перед собранием велики. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня. Милость твоя и истина твоя для охранения непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчастливые. Постигли меня беззаконие мои. Та, что видеть не могу. Их болен, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благовари, Господи, избавить меня. Господи, постучи на помощь мне. Да постудятся и посранятся все ищущие погиблии души моей. Да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла. Да смесутся от посрамления своего, говорящие мне. Хорошо, хорошо. Да радуются веселяться тобой все ищущие тебя. И любящие спасение твое. Да говорят непрестанно. Велик Господь. Я же беден и нищий. Но Господь печется мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ины и пресны вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресна, и вовеки веков. Аминь. Много милостей и всеми милостей Божьему, Господь Иисус Христос. По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель. Молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долго. Истинно так, богатость в страдании и неизреченной милости, ибо Ты сказал, о Христос мой. Верующий в меня будет жить и не увидит смерть его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Дорнется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никаких дел прадающих меня. Но вместо всех дел, то будет довольна вера моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она что делает мне участником свалта вечной. Да не похитит за меня сатана, и да не похвалится тем, что отторкнет Твоей, Слово Божие, Руси и защиты. Но хочу ли, или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на поле. Подпиши, я погибаю. Ты Бог мой, очарев матери моей. Сподоби меня, Господи. Ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некуда тот самый грех. И вновь послужить Тебе безвленности. Я прежде работал на сатану обрестителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во средней жизни моей, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Светлый ангел, поставлены блестимые бедные души и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступись мне за невоздержанность мою. Не дай возможности злума демону, починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, и опусти в свою силу мою руку, и выведи мне на путь спасения. Вот святого ангела Божия, хранитель и покровитель, беда ему души и тела, прости мне все, чем оскорбил Тебя в последней моей жизни. И если я чем-то грешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого спасения вражеского, чтобы мне не приводить в огонь никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он избежал меня в страхе Твоем, и садил Он меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владыча, моя Богородица, святыми Твоими и святыми мольбами, отгоняя от Ничтожного несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия и нерадения, и все свермы, и лукавые, и хуйно помышленные несчастного сердца, и от повораченного мамы его, и по гостепаме страстей моих, ибо нищий слад, и в башне, от многих любительных воспоминаний и намерений, и освободи от всех от злого воздействия, ибо Ты благосостоян от всех родов, и Твое преследовое имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. В неделю вторую по Пасхе святого апостола Фомы Запечатанную гробу, живот от гроба воссиял, если Христе Божий, и дверям заключенным, учеником предстал, если всех воскресенье, дух правой теми обновляя нам, по велиции Твоей милости, Христос, воскресе из мертвых, любопытную десницу и жизноподательная Твоя ребра, Фома, испыта Христе Божия. Со заключенным во дверям Яков Шел еси, с прочими апостолами, вопияши Тебе, Господь еси и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия Владимир, любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем. Скорым помощником, заступником душам нашим, Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твои. Победа на сопротивные дары Твои, сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил от самого духовного родителя, родников, благодетелей, митрополита Марка, Николая, Агапангела, Тихона, Антония, священный Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна Михаила, Наума, Кирилла, Вадима Засиму. Владимира, Максима, Андрея, и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнилина, Александра Деодора, митрополита Тихона и Лариона, и весь священнический на щаскичин, и вышли служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше, который благовестникам, и место для занятия. Смири власти войск своих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудрих издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся и сохранить покушения на них. Преобразуй их сердца в духовные, коснись их Владимира Михаила Жозефа Рамзайна, Владимира Александра Редогена и все начальствующие, с которых будет строгое взыскание на суде Божием. Даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Мы молились об украшении смутьянов, и ты убрал одного, теперь и Илью. Укроти его, Господи, там, в узах. Покажи им ту бездну, куда они завлекают людей, ничего даже не обещая взамен, кроме смуты и мятежа. Слава тебе, Боже, за услышанную молитву. Хвала тебе, научи нас ценить это мирное время. Дивны дела твои, Господи. И все, что кажется человеку невозможным, для тебя это легко сделать, Господь Божий наш. Слава тебе. Прибудет с нами, Владыка. Научи нас искать мир. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Хвала тебе, наш Господь. Благослови путешествующих. Раису, Льва, Виктора, Александра. И всегда путешествуй к Галину. И все наше родство найди Евдокия, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы с Целенией. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Агнию, Нину, Михаила, Даниила, Татьяну, Надежду, Надежду, Людмилу, Людмилу, Владимира, Акима, Игоря. Возрена угроза врагов. На эти потоки лжи, изливаемые ими, На все мерзости, изрыгаемые их устами. Земля-то поглотит все, что изрыгают они, Да не докоснется-то сердец ушей верующих, Ибо ставит задачу перед ними сатана Уничтожить православное селение И наше духовное содружество в интернете. По всему похоже, что похулили Духа Святого, Молитва совершенно не меняет их. Благослови благодетели наши, Хвоздаем добром, Елену, Елену, Обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда. Мы просили, Господи, помочь переиздать Трехтомник Нового Завета с толкованием Блаженного Феофилакта, комментариями, И книгу Христиану Православию. И более того, получили издание проповедей в стихах. Слава Тебе! Помоги нам, Господи! Пошли необходимое средство. Найти тех людей, которые могли бы помочь нам Издать проповеди во свете Святой Библии. До Слова Божьего нет ус. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже, все это может оказаться полезным и спасительным для нашей бессмертной души и для вечности. Аллилуйя! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Слава Его! Вся земля полна, слава Его! Аллилуйя! Слава Вышнему Богу! На земле мир, в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви соборов, как на истину. Аллилуйя! И воздай в вечности всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Просили избавить их от злого духа. Молят об этом. Помоги им, Господи, исправить жизнь свою. Постому молитвой изгоняется си Рустика, Ирину, и непросящего, непонимающего, что с ним случается, Егора коснись. Не дай ему погибнуть в ожесточении, в бесновании. Слава Тебе, Господи! И родители просят помолиться о их младенцах, чтобы они росли послушными родителями, родителям, были верующими и стали благовестниками. Благослови, Господи! Анфима, Алфея, Феодосию, Ангелину, Ездру, Евсевия, Марка, Игнатия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! И найди отступников, ушедших из православия, Николая, Александра, Юлию, Евгения, Тамару. Дай им понять, что вне церкви нет спасения. Из-за какой-то обиды, сколько потеряно людей. А обиды совершенно не христианское свойство. Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покрой им оформл в любви от зависти нечестивых, от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помог совершить на миссионерские путешествия по стране и по многим странам. И посеянные нами дадаст обильные плоды и в будущем. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Кирилла, Самире, Тимуру, да истинную Христову веру, дабы не верили же пророкам. Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш! Слава Тебе! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем! Благодарю Тебя, мой добрый ангел! Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений! Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу ему по мытарствам, страшным и непонятным, и введя навеки в вечное Царство Христа Бога нашего! Аллилуйя! Благослови Виталия, Никиту, Николая, Егора! Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб! И теми талантами, которые Ты наградил каждого, украсть жизнь их! Помоги им помнить об этом, прославлять Тебя и не оставаться на одном месте! Ибо миссия – это движение! Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас! Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, видеть нуждающийся в нашей помощи и по мере сил помогать им! Слава Тебе, Христе Божий наш! И каждому дам доброе жилье! Первые христиане не имели ни одного храма на всей земле, но они ежедневно собирались по домам, прославляя Бога, вникая в Слово Божие! И просили о жилье Михаила и Елена, Романа и Екатерина, Ты дал им, Господи! И расположи к ним и соседей, и кому они возвесили Слово Истины, кому дали Евангелие, чтобы жилища были как храм Бога живого, дабы не были они там одинокими! Услыши молитву нашу, Господи! Соверши это чудо спасительное, которым радуются небеса! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! И каждому дару доброе жилье, в котором мы спасаемся от непогоды, все, что не славит Господа! Воздаем милости, кто устроял их и храмы, в которых мы находим единение в общих молитвах Тебе! Слава Тебе, Боже наш! Никола Чудотворец! Добрый архипастор! Моли Бога о нас, о нашей живности, через которую Господь обречает наше пребывание на этой земле, в юдоре печали! Молите Бога на святые пророки Божии! Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иоу, Авеля, Нуй, Иосиф, Патриархи, Езраньеме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрак и пророк Михея, Врам, Исаак, Яков! Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, добыть день прихода, то наше отшествие не застал нас не готовыми! Но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Боже, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделаны в Духе Святом и с любовью! Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн! Да дарует Господь нам жажду исследования священного Писания, ибо через них мы думаем и жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе! Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Устин, Пилосов, Космоэдамьян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анпимик, Аминдийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святой Царское Семейство, Владимир, Ангелий, Осип, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста на щелой или правую руку. Благослови взятых из семей, отправленных на военное действие, на фронт, Никиту, Александра, Максима, Иоанна и неведомых нам. Укрепи их, чтобы они постоянно помнили написанное в Святой Библии Откровение 13.10. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Посети, Господи, томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах, верующих в Тебя. Укрепи, Господи, и даруй свободу. Ты знаешь, только Твоя воля да будет здесь. Мы просили обилие, и Ты внезапно освободил его без суда. Какое великое чудо! И это может осознавать тот, кто пережил это. Как это важно! Но его нет с нами, Господи. Благослови его, чтобы он не касался бороды, что смущает его, чтобы он не давал повода ищущим повода. Если мешает прежнее знакомство, Ты знаешь, Господи, как избавить его от всех, кто мешает ему истинно служить Тебе. Молите Бога о нас! Святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анаси Великий, Прим Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Анкрыштадский, Аншанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Ироним Стридонский, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас! Да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере! А замыстре, тяков и стектанта, прозруша, разве и мечтоп преврати! Слава тебе Боже наш! Молите Бога на святые жены и девы! Фекла Первомущенца, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь Сапия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Да дарут Господь женам и девам послушание, молчание, Целомудрие и стыдливость и сохранение хосяческого поругания и насилия, исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Анны. И упокою Господь в обетях небесных усопших отец и братья наших, родители, стройников, благодетели всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости им всякое согрешение вольное и невольное и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Господи, прими нашу молитву воздействия рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед присолом благодати Твоей, Божия. И соединяй наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как здесь ждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради галуговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших на молитве о них. И мы вызываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, кто познакомился с нашими ресурсами, но все еще не примирился с Тобою. Коснись их сердец, дай им твердо запомнить, что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Помоги мы в этой им жизни осознать это и прийти с раскаянием в Святую Православную Церковь. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои, голос Твой. Мир всем, Христос воскрес! В 40 дней от Пасты будем приветствовать с этим дивным приветствием. Ну что, я всегда говорю, что у нас было. Вчера мы ходили в городскую администрацию, отдали заявление о том, что, где мы живем, что это место хотят сносить. Они говорят, мы даже не знали про это. с начальником надо встретиться. А начальник интересный. Ну и что, я зарядил в интернет его Франк Вячеслав Генрихович. Ну Генрих, ну ясно дело, у нас Генрих был, Фаст, Крещение его Генрихом не назвали, а Геннадием. И отец Геннадий так всем известен. Я спрашиваю секретаря, не секретаря, там на приемной такая, я говорю, он, наверное, немец? Нет. А как же Генрихович? Значит, оттуда идет, а я ему тут речь приготовил, по-немецки поговорить с ним. Значит, еще не помню, но главное, не встретились. Я говорю, ну запишите, как-то так неопределенно, ответим когда, ну поставьте в очередь. Он очень грамотный, то может, хочет узнать, какой мэр города в городе Барнауле Франк как слово Франция, Франк Вячеслав Генрихович. И что интересно, первое ущербное заведение, которое он закончил после 10 классов в Барнаульске, или там, где он был, строительный техникум по специальности гражданской промышленной строительности. Это как раз то, что я учился и закончил. Даже в этом у нас сходство есть. я хотел ему даже подарок сделать, книгу подарить, но еще пока нету. Не пробьешься. Огромный дом, здание новое построено. Да на два здания еще. Сколько же там людей таких, которые под другим названием. Ну, Господь так сделал. Так что, если будет у кого желание, попомнить надо. Вчера привезли нам песок, позавчера щебень, ремонтировать надо дом. По 15 тонн того и другого. Я не думал, что так это будет выглядеть. Оно куча до сих пор у меня. Ну, 15 тонн, это 15 тысяч килограмм. Ну, теперь вот 3 июня будет понедельник, июнь. Тут уж совсем немного. Приезжает Владимир Пащенко, приедет там шофер должен быть Николай Георгиевич Кузьмин. Они с ним приедут. Ну, 5 или 7 дней придется быть, потому что мы проверку сделаем и подставки со всего дома вокруг обойдем. Самое главное тот угол, который оказалось без фундамента дом. Стоит на земле, раньше так и строили, он прогнивает и опускается к низу. Никак бы не знали, если бы там не было, что вода потекает. А раз столько много, теперь мы отмозку должны сделать в этом направлении. Вот. И которая здесь... Да, я забыл сказать, если, Владимир, ты не ушел, здесь как-то мигни, покажи, что ты здесь. На секунду покажись. Захвати нивелир длинный. Нивелир, чтобы точно здесь вывести с наклоном около дома. А в обратном направлении вода текла. Вот. Ага. Ну, вот это события, какие у нас есть тут. Если Господь благословит, то ремонтировать будем. Тут заливало Каримова Михаила и за него молятся. Я говорю, у нас поставьте позади уже его. Ну, у нас не залито. Сравнивать даже не приходится. У меня все на месте, книги целые. Стены не мокрые. А у него все. Там больше года только сушить надо было. Ну, опять же, видишь, где поселились. А у нас не может быть такое? Ну, нет. Думаю, нет. Пожар, да. Нет, это вот так не поднимается вода. Тут, может быть, метрам больше, там, десяти. Это опь. Она прорвет все. Это мелкие реки, которые там где-то тут никакой преграды не поставишь. Вот, милостью Божией. Вы знали, как-то маленько сняли это напряжение. Раньше было лет, наверное, лет десять назад. Точно так же. Соседи меня спрашивают. Говорят, сносить нашу улицу хотят. Я сделал запрос, ответили, нет. Мы прошли эти годы. Теперь опять подошла соседка и спрашивает. Ну, я пошел теперь везде. В центральном районе были позавчера. В центральном районе, где мы живем. В администрацию. Точно так же там подали заявление, чтобы ответили, что наше здание вот это, оно неприкасаемое. Оно одно. За 72 года советской власти я его не покупал. Я реабилитирован, как жертва политических репрессий. Некоторые тут целыми днями пляшут. Он в детском лагере был, его сразу видать. Это такой, вроде, такой. Мне никогда не отвечают. Слепые, что спрашивать с них? Да, опыт у меня есть. Только сколько людей сегодня говорят, сколько там обратилось. Первую ночь только ночевал на этапе, и семь человек стали на колени ночью со мной молились. Сколько осталось, это Бог знает. Так что уплываем на милость Божию всегда. На себя не надеемся. А вчера даже тут немножко земли есть. Надо было наросла трава, и тяпкой всю срубил, а потом два ведра картошки посадил, сестра тут, Любовь Николаевна тут будет. Вот, тоже. Еще виноград не подняли мы. Убрали. Из нази мы его закрывали. Он уже почки дает. Кто этим заниматься будет, тоже не знаем. Я никогда этим не занимаюсь. Но все натянуто, только привязать и надо подумать тоже. Вот наши какие дела. готовимся к работе и уезжать. Я тогда с этим Владимиром, с Николаем тогда и уеду. Обычно десятого, оно почти получается. Третьего, если неделю буду, то как раз десятого там и буду. И будет мне 85. Я вот сегодня утром посчитал с трех часов, ровно три часа только было, я уже за компьютером и посмотрел еще раз биографию Жириновска Владимира Вольфовича. Он девять прививок себе сделал. Такой умный человек был, везде, везде все знал. И главное, пророчество, где пророчество, Ванга, где смерть, а где смерть, где кровь, по чему это работа. Евангелие Триана 8.44 Его на человеку убийца и лжец. Когда говорит ложь, говорит свое. От кого это? Он дьявол знает, когда предсказывает, а он не предсказывает никогда, когда человек обратится к Богу. Нигде, ни разу. Ни у Ванги, ни у кого. Даже та ведьма Ванга слепая и то до конца не понимала. Я не знаю, от кого это у меня такое. Или вот Местинг Вольф. Вот Вольф означает волк. А теперь его биографию посмотрел. Он 75-й год ему был, 75 лет у Жириновского-то. И отдельно драки, потерки, там все, все показано. Биография это такая шальная. А тоже где-то православным себя считал. Отец еврей, мать там неизвестно какая. Вот какое дело-то. Конечно, рождение от кого-то не очень влияет святые крепко веришь в Бога. Но это как Бог даст. Каждое утро я даю 7 секунд на размышление. Секунд, не минут. У кого срочное-срочное вопрос. Значит, нету. У вас утром считается слово Божие, новый завет с толкованием. И вот этот труд, я его подвигом называю, взяли на себя две наши сестры, Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. Они попеременно считают новый завет с толкованием блаженного фефилакта. Итак, дорогие сестры, ваше время. Иисусе Христе, отвезли уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать твои слова и понять их и исполнить волю твою. Продолжаем читать толкование блаженного фефилакта на Евангелие от Луки 11 глава с 52 по 54 стих. Когда Христос заклался как непорочный и причистый агнец, тогда помазаны и наши пороги, то есть сердце и воля, и подверия их, то есть ум, и мы вкусили плоти Сына человеческого и победили губителя душевных наших сил. И очень многие установления закона указывали на Христа. Хотя закон был как бы прикрыт и запер темнотой буквы, как бы дверью какой, но если кому-нибудь веряемо было учение, тот имел ключ разумения. И если бы таковой пожелал, то мог бы отворить его, и сам вошел бы, и других вывел. Но законники не сделали этого, а ключ разумения взяли, то есть сокрыли, спрятали из виду. Когда же взят был от среды скрыт этот ключ, то есть истолкование закона, то запертой осталась и дверь его. Под ключом разумения можешь понимать и веру, ибо познание истины происходит через веру, как и пророк Исаи говорит, если не уверуете, не уразумеете. Исаи 6, 10. Итак, законники ключ разумения, то есть веру, взяли от среды и скрыли, ибо они не допускали некоторых веровать во Христа, Спасителя всех. Он творил чудеса, и народ веру ради этих чудес признавал бы его Богом, но они, законники, говорили, что он совершает эти чудеса силой верить в Зевула. Видишь ли, как они взяли ключ разумения, не допуская верить тому, что их привело бы к знанию. Ибо обыкновенно происходит затруднение и в речах, когда одного человека очень многие вдруг спрашивают, и притом о разных предметах. Тогда человек этот, не имея возможности всем отвечать, неразумным дает повод считать себя побежденным. Тоже злому шляли против Христа и эти проплятые. Они многие, вопрошая одного, думали сбить его в речах и привести в затруднение, как не могущего им отвечать, что было и вероятно. Ибо как может один вдруг отвечать многим на разные вопросы, то можно принимать и в таком значении уловить его из из уст и обличи. Ибо когда кого уловят в собственных его словах, то он, кажется, сам замыкает себе уста, то есть обличается своими устами и осуждается. Это значение видно и из последующего, ибо сказано, стараясь уловить что-нибудь из уст его. 12 глава с 1 по 3 стих. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегите загвазки фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего бы не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровле. Толкование блаженного фифилакта. Фарисеи пытались уловить Господа на слове, чтобы отклонить от него народ, а осталось напротив. Народа сходилось еще больше, собирались многие тысячи, и каждый так стремился приблизиться к нему, что друг друга теснили. Так истина сильна, а ложь везде бессильна. Иисус, зная коварства фарисеев, видя, что они только представляются вопрошающими, а на деле подыскиваются под него, заговорил ученикам своим о лицемерии фарисеев. Без сомнения, для того, чтобы обличить их и обнаружить полное лицемерие в сердца их. Господь называет лицемерие закваской, потому что оно терпко, полно древней злобы, изменяет и разливает собой образ мыслей тех людей, коим оно прирозится. Ибо ничто так не изменяет прав нравов, как лицемерие. Ибо все и слова и помышления на последнем суде представятся во всей наготе. 1 Коринфянам 4,5 Что вы замышляли в темноте в ваших темных сердцах, желая уловить меня, то будет услышано и узнанно во свете, ибо я свет. Иоанна 8,12 И вы не можете укрыться от меня, но во мне свете распознается все, что замышляет ваша темнота. И то, что вы порешили между собой на ухо, стало для меня так известно, как бы провозглашаемо было с высоких крови. С 4 по 7 стих. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть гиену. Ей говорю вам, того бойтесь, не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Толкование. «Вред от тех, которые вредят телу, состоит не во многом. Тело потерпит свойственное ему и в том случае, если они не будут вредить, но должно бояться того, кто наказывает не только тело, но и душу. Существо бессмертное подвергает бесконечным учениям, и при том в огне. Таким образом, Христос обучает друзей своих мужеству духовному, делает их свидетелями и отгоняет от них страх человеческий. Люди, говорят, простирают злобу свою только на тело тленное, и конец их козни против нас, смерть плоская. Но когда Бог казнит, тогда не останавливается на одной только плоти, но и сама душа несчастная подвергается мучениям. Примечает сюда, что смерть приводит грешников к казни. Они и здесь наказываются, будучи убиваемы, и там вергаются в гиену. Ибо умирающие грешники не непременно вергаются в гиену, но во власти Божией состоит то, чтобы и прощать, например, ради тех приношений и подаяний, которые бывают поумершим, и которые приносят немалую пользу даже тем, кою умирает тяжкий греха. Итак, Бог не безусловно по убиению вергает гиену, но имеет власть вергнуть. Будем же и мы непрестанно прилежать милостям и молитвам и умилостивлять ими того, кто имеет власть вергнуть, но не пользуется этой властью непременно, а может и прощать. Многие говорят, думают, что умирающие за истину оставляются Богом, но вы не думайте так. Вы будете умирать не потому, будто бы мной будете оставлены. Ибо если не забыт у Бога ни один из воробьев, которые продаются дешево, тем более не должна быть забыта ваша смерть. 1 Коринфян 10-13 А часто когда увижу кого слабым, я и не попущу ему впасть в искушение, ибо будучи попечителен и зная все и имея на счету самые мелочные вещи, я устрою каждому приличное и полезное. Если наблюдаешь, что найдешь, что в Писании считается все мужеское, достигшее в меру возраста и вообще достойное божественного счисления. Исаия 18-21 число 26. Под головой должно разуметь Христа угодную жизнь каждого из верующих, а под волосами ее честнейшие деяния, коими умешляется тело, кое у Бога исчисляется и принимается в рассуждение. Ибо таковые ваши дела удостаиваются воззрения Божия. Под пятью воробьями некоторые разумеют пять чувств, которые, будучи искупаемы двумя ассариями, то есть сыной Ветхого и Нового Завета, не забыты у Бога. Ибо кто свои чувства умеряет и подчиняет разуму, так что они бывают небесполезны для духовного питания, тот не забыт у Бога. С 8-го по 12-й стих. Сказываю отвечать ибо что говорить. Ибо всякий дух научит вас в тот час, что должно говорить». Толкование. Блаженная Афифилакта. «Кто исповедует веру во мне, тот мной будет признан пред Богом. Сказал, исповедует во мне, то есть при моем содействии и моей силы, и я исповедую его в нем, то есть при его содействии. Ибо как мы предварительно нуждаемся в Боге, так как без Него не можем ничего сделать» Иоанна 15, 25. «Так и Бог нуждается в нас. Ибо если мы не дадим Ему повода, Он и не будет свидетельствовать за нас. Отвергающийся отвергается не силой Божией. Почему кто скажет хулу на меня по виду своему простого сына человеческого, едящего, пьющего, обращающегося с мытарями и блудницами, тот покается ли или не покается в своей хуле, прощен будет. Ибо таковому человеку неверие в его грех не вменяется. Ибо что он видел, располагающего к вере, напротив, чего он не видел достойного хулы? Он видел человека, обращающегося с блудницами, и говорит хулу на него, а поэтому грех не меняется ему. Ибо, естественно, он мог подумать, что же за сын Божий тот, кто обращается с блудницами. Поэтому того, кто так поступает, а между тем выдает себя за сына Божий, он может поносить и назвать обманщиком. А кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Слова эти имеют такое значение. Кто, видя божественные знамения и великие необычайные дела, не верует и поносит действия Святаго Духа, приписывая ве ильзиву, тот изрыгая хулу на Святаго Духа и говоря, что знамения сии совершаются духом лукавым, а не Божиим. Если не раскается, не будет извинен и прощен. Когда же приведут вас синагоги к начальствам и властям и прочее, слабость наша двоякого рода. Мы убегаем от исповедования веры или по страху наказаний, или по простоте и неспособности дать ответ в нашей вере. Страх наказаний Господь уврачевал словами, не бойтесь убивающих тела. Теперь он врачует страх, происходящий от простоты. Поскольку немного мудрых по плоти 1 Коринфянам 1.26 уверовал, а большая часть простых, то он говорит, не бойся необразованный и простец и не забудься, как или что отвечать при допросе от властителя или что говорить при другом случае. У тебя будет иной образ речи. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Спаси Христос! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Все, отхожу! С Богом! Храни всех Господь! Благодарю за молитвы! Храни Господь! Аминь! Спаси Христос! Всех благодарю за молитвы! Христос воскресе! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...